Друзья, сейчас мы напишем вот эту нежнейшую вещь. Оператор нам показывает её на экране. Давно я к ней прицеливался, она вам тоже нравится, судя по опросам. Начинаем. Взял разбавитель, взял белил, взял, например, голубой, например, английскую красную охру и получил грязноватый цвет. Этот грязноватый цвет, тёплый по своему содержанию, виднеется как бы в подкладке под голубым цветом картины. Ну, фотографии. Вот такая грязца. Которую мы накидаем на холст по траектории вертикали. Причём там, где у нас будет голубой оттенок, мы сделаем следующим образом. Мы краску распределим. Часть краски уйдёт в тряпку, часть останется на холсте и будет вот такая серятина, которая по отношению к голубому тоже будет тёплой. Теперь больше белил. Больше голубого. И начинаем штриховательно. чтобы создать ритм в картине. Ритм вертикальный, нежный ритм. Начинаем наполнять голубинкой. Чуть-чуть где-то с охринкой. Оставляя в подкладке вот эту теплоту. Тёплый грязноватый фон. И нарочитый штришочек по вертикали. Тёплый грязноватый сделать просто с � acho, Bruno. Посветлее с охрочкой и краснотой. Вот это место. Охрочка и голубизна, чуть натемним низ. Мигание теплых, холодных создаёт живописное звучание, а наличие штришков создаёт эффект художественности, рукотворности. Охрочка и голубизна. Охрочка и голубизна. Охрочка и голубизна. Охрочка. Охрочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Чем хорош грязненький фон, на его грязце будет хорошо звучать чистый цвет цветков. Продолжение следует... Продолжение следует... Низ выстроился в некую горизонтальную плоскость за счет самой полосы. Ну а вертикальный ритм создает эффект художественности, поскольку ритм сам по себе вполне художественное явление. Не случайно многие картины, особенно импрессионистов, которые первые так активно стали использовать идею ритма, не случайно они это делали мелкими мазочками по всей картине. Теперь с помощью проектора мы кинем изображение на холст. И честненько наберем весь букет, все его подробности с помощью проектора. У меня рисунок на холсте виден и я вижу его на экране компьютера. Поэтому все достаточно удобно для исполнения. Там, где белый цветок, я немножко выну вещество краски, чтобы войти туда с чистотой цвета. Палитра у меня хорошо видна. Продолжение следует... Продолжение следует... Разбелил кадмий красный светлый, разбелил розовый и в два цвета подмешивается чуть-чуть фоновое пятно. Оно усложняет цвет, дает цвет предварительной прописки, то есть не финишный, а предварительный. Продолжение следует... То есть моя задача сейчас пересчитать основные пятна. Для дальнейшего возделывания при обычном свете. Но у меня есть возможность, благодаря проектору, почем зря не ошибаться. Ну и самое главное, у вас есть возможность не ошибаться в раскладывании основных пятен, не превращать это в каторгу. Работать быстро и удобно.